В начале была тьма, а затем мощный взрыв породил бесконечное расширение времени, пространства и материи. Каждый день мы разгадываем новые загадки, раскрываем ошеломительные и смертельные секреты о месте, которое мы называем Вселенная. Они — глаза и уши человечества в далёком космосе. Они изучают равнины Марса, гейзеры спутника Сатурна и сверкающие поверхности далёких звёзд. Это космические спутники — автоматизированные исследователи, межзвёздные аватары человечества. Они могут отправиться далеко и увидеть то, что мы не можем увидеть с Земли. Космические спутники снуют по всей Солнечной системе и передают нам данные, которые меняют наше представление. Если мы сможем найти какие-либо виды жизни в нашей галактике, это станет величайшим открытием в истории человечества. Спутники сталкиваются с ледяными кометами, фотографируют край Вселенной и ищут планеты в других Солнечных системах. Мы переживаем золотой век поисков и открытий землеподобных планет. Новое поколение автоматизированных исследователей пересматривает понятие галактики в целом, раскрывая секреты космических спутников. Вселенная. Секреты космических спутников. В этот момент, в миллионах километров от Земли, люди берут образцы, измеряют, фотографируют и даже нюхают пыль и газы в далеких мирах. Но не лично. Эмми Мейнзер. NASA JPL. Сама космическая среда крайне враждебна к людям. Там экстремальные температуры, экстремальный вакуум, мощная радиация и все прочее, что совершенно неприемлемо для человеческой жизни. Нашими глазами и ушами в космосе являются автоматизированные посланники, задача которых — раскрывать тайны в нашей Солнечной системе и вне ее. Эти космические спутники созданы, чтобы выжить во враждебной атмосфере и опасном мире, недоступном человеку. Наши космические спутники способны выжить в этих сложных условиях. Они могут отправиться в такие места и делать то, о чем мы и мечтать не могли. Некоторые спутники, как космический телескоп «Хаббл», уютно устроились на земной орбите. Другие, как «Дип Импект», в 2005 году летят на самоубийственное задание, чтобы врезаться, как камикадзе, в кометы. Третьи раскрывают тайны таких планет, как Марс. Юпитер и Сатурн, или их спутников. Они снимают и анализируют их с орбит, садятся на поверхность, чтобы исследовать или выкопать образец. Кевин Грейзер, NASA JPL. Наши зонды должны ответить на основные вопросы о составе планет, составе атмосферы, геоатмосферных процессов. Похожи планеты на нашу Землю или нет, и насколько. И главный вопрос — есть ли там жизнь. Охота за жизнью в других мирах началась более двух тысяч лет назад, когда греческие астрономы пристально вглядывались в планеты. В 21 веке человечество наконец готово найти ее. Клиффорд Джонсон, Университет Южной Калифорнии. Запуск космических спутников в Солнечную систему и за ее пределы — это часть длительного постоянного исследования, стремление понять не только нас самих на Земле, но и остальную часть нашей системы. В определенной степени эти поиски помогут нам больше узнать о себе в плане того, кто мы и откуда. Новейшие исследования начались с цифровой инфракрасной дорожной карты ультравысокого разрешения. 14 декабря 2009 года ракета «Дельта-2» отправила небольшой пакет на орбиту на высоту 500 километров над Землей. Он назывался «Вайс», и он создал самую детальную инфракрасную карту Вселенной на данный момент. «Вайс» — это широкоугольный инфракрасный наблюдатель-исследователь, то есть телескоп небольшого размера диаметром примерно 40 сантиметров. Он мог бы поместиться у меня под мышкой. Он следит в четырех инфракрасных диапазонах за всем в космосе — от самых ближних соседей Земли астероидов и комет до самых дальних уголков планеты. В отличие от телескопа «Хаббл», который делает снимки в различных диапазонах, от видимых до ультрафиолетовых, «Вайс» исследует Вселенную в инфракрасном свете. Люди воспринимают инфракрасный свет как тепло. Когда мы чувствуем, как солнышко греет нашу кожу, мы ощущаем инфракрасные лучи от Солнца. Пока я сижу здесь, я наполняюсь инфракрасным светом, поэтому мы используем инфракрасные датчики для поиска чего-то с такой же температурой, например, астероидов. Также мы используем инфракрасный свет для поиска самых далеких галактик во Вселенной. Большинство этих галактик не воспринимаются в видимом спектре света. Инфракрасный телескоп «Вайза» становится нашими волшебными очками. Так же, как пожарные используют инфракрасные приборы для поиска людей в горящем здании, астрономы используют инфракрасный телескоп для наблюдения за формированием звезд сквозь облака пыли. Но чтобы обнаружить эти скрытые тепловые сигнатуры, сначала требуется глубокая заморозка. Телескоп «Вайза» в 4 миллиона пикселей может сделать инфракрасный снимок, если только телескоп холоднее, чем объект поиска. Мы должны быть уверены, что не ослепнем от тепла нашего же телескопа. Мы используем на «Вайзе» резервуар с жидким водородом с температурой близкой к абсолютному нулю, который охлаждает наш телескоп и инструменты. Так же, как лед в холодильнике, этот замерзший водород на борту телескопа в конечном счете испарится. Когда замерзший водород закончится, телескопы и инструменты разогреются настолько, что мы не сможем ничего видеть. Замерзший до температуры минус 230 градусов по Цельсию, водород испарится через 10 месяцев. Но за это время более полутора миллионов фотографий создадут гигантскую карту Вселенной, космический дорожный атлас, который откроет новый мир для будущих спутников, чтобы они нашли, возможно, миры с чужими формами жизни. Но чтобы найти инопланетную форму жизни за миллионы световых лет от Земли, нам нужна главная подсказка. На Земле эта подсказка покрывает 71% планеты. Это вода. Алекс Филипенко, Беркли. Главная причина, по которой мы стремимся найти жидкую воду во Вселенной, то, что мы хотим знать, есть ли еще где-то в нашей Солнечной системе жизнь. Как мы знаем, в существовании жизни на Земле нужна вода. Вода создает жизнь. Мы надеемся найти жизнь где-нибудь еще. И жидкая вода может быть первым признаком существования такой жизни. За всю историю человечества не было никаких доказательств, что жидкая вода существует где-то еще, кроме Земли. Пока в 1997 году умный космический спутник не подлетел к Сатурну. Кассини преодолел 650 миллионов километров за 4 часа, чтобы начать многолетнюю шпионскую миссию по разоблачению тайн Сатурна. Лаура Денли, обсерватория Гриффитс. Когда зонд Кассини достиг Сатурна, он не только изучил планету и ее спутники, но затем, сменив орбиту, принялся изучать ее кольца. Одно кольцо привлекло особое внимание ученых. Мы знали, что самое дальнее кольцо И Сатурна состоит из микроскопических частичек льда. Частички льда размером с микрон существуют в космосе недолго. Значит, в системе Сатурна должен быть источник льда для постоянного пополнения запасов кольца. Когда Кассини приблизился к спутнику Энцелад, он стал свидетелем космического феномена и подтвердил, что вода действительно является ключевым компонентом в другом мире. Космический аппарат Кассини обнаружил воду под поверхностью Энцелада. Он засек, что гейзеры вырываются из трещин в расколотой поверхности спутника. И как только вода попадает в холодный космос вокруг Энцелада, она тут же замерзает. Постоянный глоток ледяных частичек воды питает кольцо И. Этот лед напоминает о том, что если жидкая вода существует на далеких планетах нашей Солнечной системы, то она может существовать где-то во Вселенной. Но охота Кассини за водой не закончена. Он использует свои чувствительные инструменты для проникновения сквозь атмосферы Сатурнианской системы. Космический аппарат Кассини — это 12 научных инструментов. Четыре из них мы называем дальними оптическими сенсорными инструментами. Они видят в диапазонах, доступных человеческому зрению или за его пределами. На зонде есть фильтры, которые позволяют видеть сквозь туман и даже сквозь поверхность внизу. Инструменты Кассини собирают данные различными способами, так же, как люди, которые используют разные органы чувств. Прямой и дальний датчики Кассини уже начали изучение Титана, спутника Сатурна, где, как полагают, может быть жидкая вода. Титан больше планеты Меркурий, а его атмосфера даже плотнее, чем на Земле. В 1980 году зонд «Вояджер», пролетая мимо к внешним планетам нашей системы, сделал снимки, которые намекнули на другой жидкий феномен. Зонд «Вояджер» подсказал нам, что атмосфера наполнена углеводородом, метаном, этаном, которые создают плотный фотохимический туман. «Вояджер» не мог видеть сквозь этот туман. Когда Кассини начал изучать Титан 25 лет спустя, он отправил спускаемый зонд «Гюгенс». Зонд проник сквозь плотную углеводородную атмосферу Титана и приземлился на его поверхность. То, что нашли Кассини и его зонд, шокировало. Уже в самом начале Кассини и Гюгенс увидели намеки на жидкостную Титане. Во-первых, они нашли углеводород. Они нашли озера углеводорода. Больше, чем наши великие озера. Это первый водоем с жидкостью в нашей Солнечной системе, помимо Земли. Озера были заполнены классическими ливнями, как на Земле. Вот только на Титане с неба лилась не вода, а медленно падал жидкий метан. На Земле метан находится в газообразном состоянии. Фактически это природный газ, который исходит от распадающихся организмов. Пока они распадаются, формируется природный газ, который можно использовать как топливо на Земле. Жидкий метан Титана может переносить примитивные формы жизни, вроде одноклеточной формы жизни, найденной в глубинах земных океанов. Нас ждут заманчивые перспективы. Планетарные системы могут быть активными, интересными и разнообразными. Мы знаем, что жизнь может существовать в разных формах. Хотя жизнь может быть обнаружена на орбитах далеких планет, вопрос в том, как туда добраться. Однако новый супердвигатель с движителем по принципу технологии микроволновой печи уже готов к турборывку в глубины космоса. Космические спутники смело летят туда, где раньше не бывал ни один человек. Но в течение десятилетий ученые сталкивались с горькой истиной. Космические спутники могут терпеть неудачу. Все, кто достиг успеха, были построены спустя полстолетия неудач и крушения надежд. История началась в 60-е годы, когда НАСА впервые попробовало достичь ближайшей соседки Земли. Наши первые спутники «Рейнджер» были построены для фотографирования Луны, прежде чем они врежутся в ней. И наши первые шесть «Рейнджеров» промахнулись мимо Луны. Но мы быстро учились. Спустя несколько месяцев после программы «Рейнджеров» мы удачно запустили первый зонд мимо Венеры. В 1962 году американский аппарат «Маринер-2» стал первым спутником, пролетевшим мимо Венеры. Он сообщил, что наша соседка не похожа на нас. Мы думали, что Венера может оказаться близняшкой Земли с жаркими джунглями. А потом спутник сказал нам, извините, парни, ничего подобного, Венера другая. Спутник НАСА доказал, что на Венере слишком жарко и давление слишком высокое, чтобы могла существовать жизнь. Но в 1970 году первым высадился на эту планету советский, а не американский спутник. У аппарата Венера внутренняя оболочка была сделана из титана. Он мог противостоять какое-то время мощнейшему давлению и дикой жаре планеты. Первые спутники на Венере продержались не более часа, так что мы получили данные за очень короткий промежуток времени, прежде чем зонды разрушались. Но данные, которые успели переслать, были точными и удивительными. На поверхности Венеры царил ад. Температура около 400 градусов Цельсия. Очень высокая. Точка кипения воды 100 градусов. Свинец тает при температуре значительно ниже 400 градусов, так что свинцовый солдатик сразу же расплавится на Венере. Очень плохое место. Венера стала настоящим испытательным полигоном для ученых. Но перед ними стояла более дальняя и трудная цель. Более экстремальная и разрушительная, чем Венера. Внешние планеты. Чтобы добраться туда, нужна большая ракета. Трэвис Тейлор, физика. Главная проблема космических спутников — это достаточное количество топлива, чтобы добраться, куда им надо. Во время полета ракеты сгорает много топлива. А если запустить многоступенчатую ракету, сгорит все топливо, и ваш спутник сдохнет. Но есть решение, встроенное в самую ткань космоса. Гравитация. В начале 60-х годов мы установили, что можем использовать гравитацию планет в помощь космическим аппаратам, чтобы разогнать их для броска дальше в Солнечную систему. Это открыло доступ к внешним планетам нашей системы. Эта методика под названием гравитационный манёвр словно виртуальный двигатель использует мощную гравитацию планетарных тел для выхода космического корабля за заданную траекторию. Удар в бейсболе похож на гравитационный манёвр. Космический аппарат подходит к планете, попадает в зону её притяжения и перенаправляется в другую сторону, словно мячик, по которому ударила бейсбольная бита. Когда бита попадает по мячу, он меняет направление и летит с намного большей скоростью, чем раньше. Используя гравитацию планет, НАСА смогло запустить спутники из домика к внешним планетам. Так Кассини смог совершить путешествие длиной 280 миллионов километров из домика к метановым озёрам Титана. Без гравитационного манёвра эти аппараты, весящие 12 тонн при гравитации Земли, никогда бы не смогли добраться до внешних гранит Солнечной системы. У нас нет такой мощной ракеты, чтобы отправить их прямо на Сатурн. Теперь исследователи космоса 21 века нацелились послать спутники дальше внешних планет, к далёким звёздам. Но у гравитационного манёвра не хватит силы для этого. Путешествие в открытый космос нуждается в движителе, взятом из научной фантастики, ионном двигателе. Ионный двигатель похож на мини-линейный ускоритель. Разгоняете ионы сзади, корабль движется вперёд. У ионного двигателя очень слабая тяга, но он работает один раз в течение месяца, и этого хватает, чтобы разгонять корабль всё быстрее и быстрее. В ионном двигателе химическое топливо заменено на инертный газ-ксенон. На ксенон воздействуют электрическим зарядом, то есть ионизируют. Электрическое поле разгоняет ионы, выталкивая их из задней части корабля, толкая его вперёд. Ионный двигатель не похож на обычный ракетный двигатель. Обычная ракета на химическом топливе действует как двуствольный двенадцатизарядный дробовик. Этот дробовик — химический ракетный двигатель, такой же, как главный двигатель шаттла. Я сижу на детской коляске. Итак, вопрос, хватит ли тяги у дробовика, чтобы преодолеть трение между колёсами и дорогой? Один выстрел переместил коляску на восемнадцать сантиметров, второй поддержал движение импульса. Но теперь заменим мощный дробовик оружием меньшей мощности. Это ружьё калибра пять и шесть десятых миллиметра. Оно несколько отличается от дробовика. Дробовик стреляет мини-зарядами с умеренной скоростью, а ружьё стреляет маленькими зарядами с большей скоростью. Теперь оно больше похоже на ионный двигатель. Ружьё переместило коляску меньше, чем на три сантиметра. Многократные выстрелы сместили чуть дальше. Если бы мы были в космосе, ружьё действовало как ионный двигатель. Оно медленно двигало бы нас вперёд, пока мы постепенно не достигли бы высокой скорости. Ионный двигатель может перемещать ракету годами, небольшими толчками в лишённом трении вакууме космоса. Эта технология покончит с массивными ракетными ускорителями космических спутников. Химическое топливо становится проблемой из-за своей неэффективности. Оно много весит. Нужно поднять и перенести такую большую массу, а это значит, что ракеты для запуска спутников должны быть более мощными и дорогими. Лёгкий ионный двигатель уже прошёл испытания в космосе. В конце 90-х годов он вывел в космос спутник Дипспейс-1, а недавно вывел на орбиту японский спутник Хаябуса и помог ему приземлиться на астероид. Ионные двигатели изменят исследование глубокого космоса, потому что мы сможем отправиться намного дальше без большого количества топлива, и мы сможем добраться туда, куда нам надо, намного быстрее. Одно из мест, куда нам точно надо, это наша соседняя планета. Сейчас рекорд самого быстрого перелёта от Земли до Марса за шесть месяцев принадлежит космическому зонду Марс-Экспресс Европейского космического агентства, но ионный двигатель поможет побить этот рекорд. С ионным двигателем спутник сможет долететь до Марса за пару недель. Пара недель до Марса — это только начало. Следующий шаг — это ускорение ионного двигателя в сто раз быстрее, чем сейчас. Это Вазмер — электромагнитный плазменный ускоритель с изменяемым удельным импульсом. Вазмер — это ионный двигатель с дополнительным генератором радиочастот и второй ступенью. Ключевой момент этого устройства — это принцип работы по типу микроволновой печи. Электромагнитная энергия микроволнового луча в печи разгревает пищу. А здесь у нас нагретая плазма выделяет массу энергии, а мощное магнитное поле берёт эту плазму и выстреливает назад, придавая кораблю огромную скорость. Ионы могут нагреваться до полумиллиона градусов. Этого достаточно, чтобы послать спутник за пределы нашей Солнечной системы. С развитием ракетных технологий перед нами распахиваются двери в глубокий космос. Нужно только выбрать направление. Как раз сейчас один спутник сканирует небеса в поисках направления? Новой Земли или новых форм жизни? Космические спутники находятся на переднем крае решения самого древнего вопроса астрономии. Поиска другой Земли. Сейчас новое поколение автоматизированных исследователей ищет следы внесолнечных планет и находит их. Джеффри Марси, Беркли. Внесолнечные планеты это просто планеты, которые вращаются вокруг других звёзд. Вокруг нашего Солнца вращаются восемь больших планет, а наше Солнце это типичная звезда. Таким образом возникает старый как мир вопрос, есть ли планеты у звёзд. Ещё со времён Галилея учёные верили, что существуют другие планеты среди миллиардов звёзд в небе. Но поиск внесолнечных или экзопланет целых 400 лет после Галилея были безуспешными. И вот в 1995 году учёные обнаружили в созвездии Пегаса всего в каких-то 50 световых годах от Земли первую настоящую экзопланету 51 Пегасбии. Нашли её лишь благодаря косвенным уликам. Мы можем найти экзопланеты только благодаря методике покачивания звезды. Например, такая большая планета, как Юпитер, заставляет нашу звезду покачиваться. Но напрямую сказать, что там есть планета, нельзя. Это называется ещё доплеровский эффект, когда колебания видны в телескоп. Если свет звезды регулярно смещается от красного спектра к синему и обратно, это значит, что орбитальная планета заставляет смещаться этот свет. За последние десятилетия астрономам повезло найти сотни планет вокруг своих звёзд. Однако, все эти планеты такие же огромные, как наши Юпитер, Сатурн или Нептун. Мы не смогли найти планету размером с нашу Землю. Итак, существуют сотни экзопланет, но находится ли хотя бы одна из них так близко, чтобы люди могли её исследовать? Именно это хотела узнать Аннабель Си из Эри, Пенсильвания, когда прислала вопрос на нашу рубрику. Спроси Вселенную, как долго будет лететь спутник до ближайшей экзопланеты, используя новейшие разгонные двигатели? Очень интересный вопрос, Аннабель. И фактически на него нет пока ответа. Используя нынешнюю технологию, космический спутник будет лететь к другой звезде в 100 тысяч лет. Ближайшая известная экзопланета находится в 10,5 световых лет. Но может, мы найдём планету поближе или усовершенствуем технологию полёта в космосе в ближайшее время. Возможно, тогда сможем долететь за 10 тысяч лет. Ну а пока что лучший ответ находится в пределах от 50 до 200 тысяч лет. Чтобы найти землеподобную планету, нужно изучать самые далёкие и тусклые звёзды в глубоком космосе. Революционный метод наблюдения за тусклыми звёздами может приблизить открытие первой новой Земли. Он называется метод прохождения и предлагает стопроцентное доказательство существования орбитальной планеты в момент её прохождения между звездой и нашей точкой наблюдения Земли. Представьте, что это отражатель. Лицевая сторона звезды, а жучок, пролетающий перед отражателем, это планета. Когда жучок пролетает перед отражателем, он блокирует маленькую точку света, так же, как Земля, когда проходит перед Солнцем. Это затемнение часто составляет менее одной десятой от одного процента света звезды. Хотя оно едва различимо, этого бывает достаточно для одного выдвинутого в дальний космос спутника-разведчика. Нам хочется, чтобы в космосе оказалась похожая на нашу Землю планета, и спутник Кеплер — это хороший шанс для нас найти её. Космическая станция Кеплер — это мощный глаз учёных в поисках землеподобных планет, найти которые всё равно, что иголку в стоге сена. Телескоп станции использует камеру в 95 мегапикселей для наблюдения за проходящими планетами. Станция Кеплер использует метод прохождения для выявления экзопланет. При помощи этого метода Кеплер наблюдает за тысячами звёзд в надежде увидеть, как однажды планета затмит пятачок света, проходя мимо звезды. Млечный путь состоит из миллиардов звёзд и потенциально миллиардов землеподобных планет. Шансы найти одну Землю на орбите одной конкретной звезды невероятно малы. Поэтому Кеплер наблюдает своим недремлющим оком сразу за тысячами звёзд. Этот диск представляет планетарную систему со звездой в центре. Планета движется с внешней стороны. И большую часть времени планетарная система наклонена к нашей точке наблюдения. Поэтому когда планета ходит по орбите, она никогда не пересекает видимый нам свет звезды. Но если нам повезёт и орбитальное движение планеты повернётся к нам боком, мы увидим, как планета проходит перед звездой, затемняя малую талику света звезды. А когда мы можем наблюдать сразу за десятками или сотнями тысяч звёзд, есть шанс, что мы поймаем одну-две планеты в момент прохождения перед звёздами. Весь мир ждёт, пока Кеплер наблюдает за далёкими звёздами. Но если он найдёт новую Землю, как мы узнаем о ней? Как она выглядит? Есть ли там жизнь? Когда Кеплер найдёт планету, а я уверен, что он это сделает, следующим шагом будет анализ света планеты. Каков химический состав этой Земли? Там атмосфера из кислорода или углекислого газа или метана? Есть ли на планете океаны и континенты? Есть ли вода? Пока что у нас нет технологий анализа атмосферы далёких землеподобных планет. Но грядут перемены. В 2015 году космический телескоп Джеймс Веб предложил нам в четыре раза более мощные способности изображения, чем телескоп Хаббл. Это позволит учёным рассмотреть крошечные молекулы в атмосфере далёких планет в тысячах световых лет от Земли. Мы переживаем золотой век поисков и открытий землеподобных планет. Настанет момент, когда мы, земляне, найдём первые новые Земли, узнаем их, поймём, что у нас общего, и отправимся ещё дальше. Космические телескопы и межзвёздные спутники могут не только открывать новые планеты, но и находить их обитателей. Если мы сможем найти какие-либо виды жизни в нашей галактике, это станет величайшим открытием в истории человечества. Жизнь в других мирах может находиться на расстоянии тысяч световых лет от нас, но вокруг Земли постоянно кружатся ключевые улики. Это кометы, и учёные ловят их за хвост, посылая спутники и камикадзе для раскрытия их ледяных секретов. Космические спутники раздвигают границы нашего познания космоса. Человечество вступает в золотой век межзвёздных исследований, в то время как некоторые спутники раскрывают тайны вблизи нашего дома. Наша Солнечная система полна быстродвигающихся обломков и частиц, среди которых гигантские шары изо льда и песка под названием кометы. Кометы — это капсулы времени, замороженные останки времени формирования нашей Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад. Мы добились немалых успехов в изучении комет спутниками. Космический аппарат Deep Impact впервые врезался в комету и записал все события на видео. 3 июля 2005 года. Космический аппарат Deep Impact появляется вблизи кометы Temple 1. Пока комета мчалась вперед со скоростью 38 тысяч километров в час, спутник сбросил зонд прямо на пути следования кометы шириной 6 километров. Зонд врезался в комету. И в космос взлетело большое облако пыли, чего мы и добивались, потому что хотели узнать, из чего состоит комета. В результате удара с темпеля взлетели 6 миллионов тонн льда и 26 миллионов тонн пыли. Впервые ученые смогли записать и изучить содержимое кометы вблизи. И это многое рассказало о комете. Космические зонды рассказали нам, что комета больше похожа на замороженный арбуз, чем на грязный снежок. На самом деле это плотно сжатые слои льда в перемешку с пылью, а когда внутри формируется грязный снежок, он обрастает коркой, как арбуз. По мере приближения к Солнцу он нагревается, вода внутри превращается в пар и вырывается наружу. Вот почему мы видим пыльные хвосты, гейзеры изнутри комет. Аппарат Deep Impact показал поразительные снимки, но не смог поймать комету за хвост. Эту работу поручили спутнику Stardust — звездная пыль. В 2004 году Stardust пролетел на расстоянии 250 километров от кометы Уэлл-2. Stardust в буквальном смысле пролетел через хвост кометы и собрал материал, который испарялся с поверхности кометы. Чтобы поймать ценные частицы, Stardust использовал сборщик размером и формой с танисную ракетку. Внутри нее пористый губчатый гель. Когда комета пролетала мимо, частички из хвоста врезались в гель со скоростью в шесть раз быстрее скорости пули. Мы в буквальном смысле выковыривали частички, из которых состоит комета. Это был тот же материал, из которого сделаны планеты, астероиды и спутники нашей Солнечной системы. Мы получили в распоряжение первородный материал, строительные блоки, из которых была создана наша Солнечная система. Когда материал был собран, сборщик опустился в капсулу и 15 января 2006 года драгоценный материал вернулся на Землю. Первой загадкой обрушенной в геле стали молекулы глицина, аминокислоты, используемые живыми существами для выработки белков, главного компонента для поддержания жизни. Некоторые предположили, что во льду этих комет могут находиться биологические организмы. Может, даже вирус гриппа или еще что-то. Да, Стардаст не подхватил вирус, но поддержал теорию, что строительные блоки человеческой расы могли сформироваться в космосе. И много лет назад их доставили на Землю метеориты или кометы. Но в геле оказалась еще более странная загадка. Частицы, которые не могли добыть даже наши дальние спутники-разведчики, материал с других звезд. Я полагаю, что мы нашли частицы пыли с других звезд вне нашей Солнечной системы. Возможно, эти частицы пыли принес солнечный ветер с далеких звезд. И нам повезло, что некоторые из них попали в нашу систему и вляпались в гель Стардаста. Впервые мы поймали злойную пыль далеких миров. Это поразительно. Просто поразительно. Анализ звездной пыли с кометы Уайлд-2 продолжается и поныне и может помочь нам в понимании происхождения нашего крошечного уголка Вселенной. Если хотите понять, как устроено наше Солнце и планеты, нужно понять материал, из которого мы созданы. Но чтобы лучше понять Вселенную, необязательно изучать пыль далеких звезд. Можно взять звезды поближе. Инновационный спутник готовится к старту, чтобы отправиться в самый горячий регион из всех исследованных человеком. Космические спутники снуют по галактике, исследуя загадки Марса, Венеры, внешних гигантов, далеких экзопланет и звезд. Но у нашей собственной звезды еще множество загадок. А мы не привыкли отступать. Тот Хексома, университет Стэнфорд. Раньше мы могли смотреть на небольшие участки, а не на весь диск. Были проблемы в наблюдении. Мы могли один день наблюдать, другой нет. Мы наблюдали лишь часть дня, а не круглосуточно. В космосе появился высокотехнологичный солнечный спутник в полной боеготовности. Его задача следить за солнцем круглосуточно и передавать на Землю цветные и широкоформатные снимки. Обсерватория солнечной динамики делает очень детальные снимки Солнца с высоким разрешением в разных диапазонах. В сущности это фильм о Солнце. Используя четыре телескопа HD и не мигающий высокоскоростной канал связи с Землей, он может передавать в 50 раз больше данных, чем любой другой спутник в истории НАСА. Мы с волнением рассматривали первые снимки. То, что мы увидели, было небольшими особенностями места, которое оказывает огромный эффект на нас. Мы видели все вокруг центра Солнца, мы видели связи между ними, то, что происходило более чем в двухстах тысячах километров от нас. Совершенная оптика наблюдала за Солнцем в десяти различных диапазонах, в том числе в крайне ультрафиолетовом. Это смертоносные волны. Если если бы не внешняя атмосфера Земли, мы бы умерли после дня на пляже под ними. Наша цель наблюдать за тем, что происходит на поверхности Солнца и под ним, какие там потоки, движения, и как все это взаимосвязано между собой. CDO включил датчик под названием гелиосейсмический и магнитный наблюдатель, который может видеть сквозь палящую поверхность Солнца. Мы используем звуковые волны гелиосейсмического и магнитного наблюдателя для исследований внутри Солнца. Чтобы заглянуть внутрь Солнца, мы используем тот же сейсмический способ, как при землетрясении. Мы изучаем вибрации, исходящие от поверхности, а затем расшифровываем то, что происходит внутри Солнца. Больше всего ученые хотят раскрыть загадки внутреннего ядра, динамомашины Солнца. Отсюда исходят непредсказуемые, ужасные выбросы высокоэнергетической материи, которая угрожает Земле. Мы часто называем эти заряженные частицы выбросами коронарной массы. Это огромное количество материи в форме заряженных частиц. Они подлетают к Земле и пытаются пробить наше магнитное поле. Если мы сможем замерить вблизи активность такого типа, то сможем лучше понять происходящие процессы. космические спутники уже полвека подбираются поближе к планетарным телам. Но ведь запустить спутник еще ближе к Солнцу это самоубийство или нет? На 2015 год запланирован запуск спутника Solar Plus, который полетит прямо к короне Солнца, где температура свыше миллиона градусов, и выживет. Solar Plus подлетит к Солнцу очень близко, в пределах 8-9 солнечных радиусов от Солнца. Для сравнения, от центра Солнца до Земли 200 солнечных радиусов. Так что он ныряет прямо в солнечную корону. Корона это самое загадочное место звезды по имени Солнца. Хотя она дальше от коры Солнца, там горячее, чем на его поверхности. Но если бы человек попал туда, его прошиб бы холодный под удивление. Солнечная корона невероятно горячая, миллион градусов. Это значит, что частицы двигаются с потрясающей скоростью. Вы можете подумать, что если погрузитесь в корону, сгорите. Однако там так мало частичек, что общая сумма энергии, которая передается телу, меньше количества излучаемой энергии. Фактически вы замерзнете в солнечной короне, пока у вас будет горячий щит для защиты от диска Солнца. Зонд Solar Plus будет защищен легким щитом из нагретой углеродистой пены, который позволит ему пережить жуткую жару, эффект заморозки и действовать в условиях почти комнатной температуры. Когда его задание будет завершено, Solar Plus раскроет структуру магнитных полей Солнца, исследует потоки солнечной энергии, которые нагревают корону Солнца и делают возможной жизнь на Земле. Нужно помнить, что Солнце ближайшая к нам звезда. Вот почему так важно изучить наше Солнце для понимания других звезд во Вселенной. В целом космические спутники несут нам знания о Солнце и далеких уголках нашей галактики, где миллиарды лет светят другие Солнца. И возможно есть другие голубые планеты, которые ждут будущих исследователей с Земли. Чтобы узнать самые удивительные секреты о нашей Вселенной, нам нужны космические корабли, которые могут полететь далеко и увидеть то, что мы не можем увидеть с Земли. Есть значительные причины, по которым мы посылаем спутники в космос. В ДНК человечества вписаны любознательности, жажды исследований. Разумеется, спутники, которые мы посылаем в космос, планетам и звездам, являются нашей миграцией в космос. Безусловно, нашему виду суждено цепиться от Земли и ползти дальше в галактику и во Вселенную. До сего дня космические спутники раскрывают чудеса космоса. Но Вселенная продолжает подбрасывать нам загадки, и эти автоматизированные аватары продолжат поиск человечества среди звезд.